Черноморец занимается решением кадрового вопроса. После неудачного прошлого сезона команду покинули основные игроки. По словам главного тренера Ангела Червенкова, клуб ведет активные просмотры для усиления базовых позиций. В частности, вместе с моряками тренировался воспитанник Полтавы Алексей Савченко. Также стало известно, что в команде останутся двое голкиперов – опытный Андрей Новак и перспективный Дмитрий Безрук. В качестве основного может начать сезон и 19-летний Николай Мусолитин, занимающий позицию нападающего. Молодая кровь черноморца также будет представлена в лице Андрея Штагрина и Евгения Смирнова. А вот опытом с молодым поколением будет делиться 36-летний Анатолий Диденко. «Он учит, он показывает. Так что это отлично, когда человек опытный и тебе так подсказывает на поле. Нам нужно на каждой позиции по два хорошие серьезные футболиста, как конкуренция. И мы работаем очень серьезно, занимаемся еще селекцией не закончено. Так что еще время есть. Так что я надеюсь, до конца подготовительного периода все будет в порядке». В субботу, 7 июля, Черноморец встретится с «Реалфармой», а уже на следующей неделе с «Балканами». У более классовых спарринг-партнеров календарь был уже составлен на момент, когда Черноморец оставили в украинской премьер-лиге. Поэтому потренироваться с клубами премьер-лиги морякам не удастся. Но, по словам главного тренера, приоритетная задача – сформировать команду и опробовать состав в действии. «Команды достаточно, они в первой лиге, такие крепкие команды. Поэтому на сегодняшний план, к сожалению, мы, скажем так, собрались и начали готовиться к первой лиге. Поэтому, к нашему общему, скажем так, и желанию, и удовольствию мы остались в премьер-лиге, мы заняли эту позицию. Поэтому я думаю, что все-таки спарринги, те команды, которые есть, они были уже спланированы. Поэтому, к сожалению, вся высшая лига спланировала свои даты спаррингов и уже ни с кем абсолютно мы сыграть не сможем».